После печально известных событий во всех регионах страны идет тотальная проверка газового оборудования. Обходят многоквартирные дава и специалисты местной ведомственной службы. О возможных нарушениях и практических советах в сюжете Татьяны Леонтьевой. Здравствуйте, Газпром газораспределения Чебоксары. Нам бы провести техническое обслуживание газовых приборов. Альфия Тюленева переехала в Чебоксары из Новосибирска пару месяцев назад. Газовиков в новой квартире встречают в первый раз и сразу серьезное нарушение. Вытяжку нужно будет убрать на сегодняшний день. Они препятствуют воздухообмену. Неправильно установленная вытяжка досталась от предыдущих хозяев. Присоединять воздуховод к вентканалу запрещено, так комната полностью лишается естественной вентиляции. Запахи, газы, пыль, продукты сгорания – все остается в помещении. В случае обнаружения самовольно установленных вытяжных устройств механических на вентиляционных каналах наша компания предупреждает собственников помещения о необходимости демонтировать и привести их в проектное состояние. Если нас не слышат и не понимают в целях безопасности, мы вынуждены сообщать об этом в Государственную жилищную инспекцию. Если штраф платить не хочется, есть несколько способов сделать все по нормам. Первый – установить вытяжку без воздуховода, которая работает по принципу рециркуляции. В нее встроены специальные фильтры. Другой вариант – сделать отверстие для воздуховода в наружной стене. Но сначала нужно получить разрешение госжилинспекции. В нашем случае вытяжку демонтировали и проверили работу вентканала. Далее – обследование газовых приборов. Слесарь полностью разбирает плиту и проверяет каждый сантиметр детектором утечки газа. В квартире Альфии Тюлейневой все оказалось в полном порядке. Опасность, конечно, была какая-то, потому что у меня мама старенькая дома. Я боюсь ее одну оставлять. Мало ли, что какая-то утечка какая-то, что-то в обуле тоже она уже много ей лет, поэтому теперь я ее спокойно могу и оставить, не боясь ничего. На безопасность экономить не надо. Это наша безопасность, это наше здоровье. С начала года в республике газовики проверили более 300 многоквартирных домов. Основная неисправность – это отсутствие притока воздуха, необходимого для полного сжигания газа и для нормального воздухообмена. Проверять газовое оборудование нужно раз в год. Если этого не делать – штраф в 2000 рублей. Узнать, когда газовики придут в ваш дом, можно на доске объявлений у подъезда или на официальном сайте. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. Павел Редков, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова